Ребята, всем привет из солнечной Турции. Сегодня мы с вами посетим вот это место, Фазелис. Посмотрим, что здесь есть, погуляем и покупаемся в райских бухтах. Ребята купили билетик в это место, стоит 30 турецких лир. На зеленом КПП вот покупаете сход в парк. Вот сразу встречаем курей, рыжих котов. Петушок поет, кукаряко. Лех, дай кирпич я завалю, на обед возьмем. А? Шишки вон, шишки что ли? Ладно, не будем, не будем мы животных. Киририр, киририр. Идем дальше. Идем по такой дороге. Вокруг такая растительность. Кому лень ходить, берете велосипед и вперед. Где же наши руины, руины Фазелиса? Кругом такие камни. Людишки что-то ищут тут. Не знаю, честно говоря, чего они ищут. Может потеряли чего? Крикнуть, что ли, спросить. Добоюсь, ребята, вдруг камнем меня как запулят. А Лешка все отстает. Алексей уже обнаружил какие-то руины, говорит, вон, говорит, корыто какие-то. Видите, как будто ванная была там какого-нибудь древнего грека. А по лошадам купался. Я вот у наших друзей спросил, грибы ищите, они, да, под березы каков. Ну, грибами здесь, конечно, не пахнет. Одни шишки. Друзья, я тоже нашел руины. Ой, внутрь заглянешь, там столько мусору. Что вот это? Что за здание было? Друзья, сталкеры, наводим резкость. И вот первая стена. Каких-то руин. Лешка сказал, не пойдет. Но я-то схожу, ребята, я-то посмотрю. Я-то ведь сталкер. Ну, почти, можно так сказать. Что здесь за стена? Заглянем. Ну, конечно, ничего особенного. Можно увидеть кладочку каменную. Ладно, ребята, идем дальше. Обнаружили еще одну скинул. Топинакт-темпле. 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 Кто знает период, напишите, расскажите. Какие-то углубления есть. Но не окошки, потому что внутри камень. Навстречу нам бежит наш юный друг Барбос. Мы подошли к первым развалинам. Такое ощущение, что вот здесь какой-то был колодец. Или в этой яме кого-либо наказывали. Забираюсь наверх. И видите, какой вид открывается. Морюшка-морюшка. Лишь бы не упасть кругом камни. Сами понимаете, а голову надо беречь. Райская бухта. Наверное, это бухта райская. Да, ля-пота, ля-пота. Супер-бупер. Какие-то маленькие гроты. Неужели человек залазил туда и где-то там жил. Красота. Действительно райское место. Не зря здесь поселились греки. Сюда, в эту бухту, приезжают пиратские яхты, корабли. Бросают якорь. Вот пока здесь вижу три. Бросают якорь. И народ купается в открытом море. Надпись Кюзель-Мали Норф Харбор. Это северная. Вот здесь вижу какие-то арочки. гигантские арки. Ребят, прохожу мимо вот этих арок. Здесь есть схема. Что, где здесь есть. Конечно, все по-турецки. Кюзель-Мали, Орта-Лиман, Гюнель-Ман, одни лиманы кругом. Да, ребят, у греков, наверное, тоже была реновация. Но дома-то до сих пор стоят. Куда вот их переселили? Баффины? Да, может быть, может быть, может быть. Вот такие здесь кругом руины. Друзья, это следующий лиман, Орта-Лиман, Центральный Харбор, Центральный лиман. Здесь есть лавочки, можете посидеть, перекусить, что-нибудь выпить. Такая маленькая бухточка. Попел купается. Попел это люди, перевожу. Вон там даже есть лавочка, можно посидеть на такой скале маленькой. Рай, рай, ребята, рай. Вышли из лимана, и попали на маленькую улицу Майн-стрит Анна-Каде. Каде. По бокам руины. здесь, наверное, были бани, хамам комплекс, бах, бах комплекс. видите, здесь людей ложили, если турецкий хамам, представляете, но не вижу таких, чтобы столов, скажем, мраморных. леджи, беш, бюк, хамам, опять хамам. Давайте, ребят, заглянем, что там. вот так, отсюда пошел хамам. Да-да-да, турецкие бани вот здесь начинались. Ребят, и вокруг такие каменные стены. И это все высоко. Можно на горе такой beautiful, beautiful. кусюк-хамам, смел, бэф, гермет, и сактир, пазар, ири, агора. По-турецки и по-английски пишут. Ребят, здесь табличка с схемой Фазелиса, а это лестница. лестница в театр. Друзья, подхожу к какой-то колонии и видите какие-то греческие надписи. Здесь можно прочитать по-английски, что это honorary inscription the proof and public. Ребят, извините, давно я не изучал наш английский. Вот юный блогер тут все что-то снимает, тоже научился меня все что-то базарит там. Видите, тоже самое как я. Всем привет, ребят, из древнего Фазелиса. Подписывайтесь на мой канал. обещаю снимать что-либо интересное, друзья. Ну, обзор отеля, пляжи, все будет. Ребят, здесь вот стенды есть на нескольких языках. Можно все прочитать о древнем в Фазелисе. И наконец-то мы нашли русский. Алексей читает, и я вам прочитаю маленько. По преданию, город Фазелис был основан в 7 веке до нашей эры колонистами с острова Радос на небольшом полуострове, простирающем в Средиземном море. Очень-очень много, ребят. Вы устанете, если я это все прочитаю, слушать меня. Здесь, в общем, они поселились, начали ловить рыбу. Очень имеет географическое положение три гавани. В 1158 году последовала осада сельджуков. Вот видите, здесь и войны были, расцвет города, потом войны. Так, в конце из-за живет на деревья города можно назвать Фаранто. Другой известный горожанин был богач Апрамаус из Родиаполиса. Главная богиня города была богиня мудрости и войны Афина. Вот так, друзья. Идем в театр. Поднимаемся по такой лестнице. Фазелис Фазелис Да, история очень богатая была. Здесь жили и персы и греки, ловили рыбу, вот еще лес рубили, переплавляли куда-то там Грецию еще продавали. Ребята, пришел в театр. Извините, здесь сегодня не будет выступать Филипп Киркоров. Древние персы и древние григи садились и смотрели на выступления. Там французский канкан, стриптиз. Все, наверное, было, ребята. по-другому называлась. Я, конечно, шучу. Ля-пота, ля-пота. Еще я представил здесь картину футбольного поля. Играет Спартак с Реалом Мадрид. Друзья, Спартак чемпион. Спартаковцы подписываемся. Извините, ребят, я не против других клубов. Ленит, там, ЦСКА, но я Спартаковец. Стой, стой. Алешка устал, сел. Ну, что ты там? Запахался? Сейчас он будет смотреть здесь трептиз. Ну, кто смелый? Может быть, это девушка? Или вот это мадам фрау из Германии. Здесь, ребята, бухает, пил. Вот в таком историческом месте мы сидим. Представьте, здесь сколько лет прошло, сколько лет прошло, здесь что-то когда-то происходило, сидели перцы, греки, рубили такие деревья, ловили рыбу, после рыбалочки приходили и смотрели на какое-нибудь представление. Видим под такой, хотел сказать, сосной, но это не сосна, такое дерево на таких камнях. Вот они кругом. Ребята, the best лайк, лайк для вас работаю, не забывайте. Здесь паренек включил интернет и читает про историю Фазелиса вот под такой сосенкой. Не знаю, слушайте или нет вы их, что он там читает. Был здесь и македонский, что я услышал. Александр Македонский, на ней, да. Вот здесь играл по ноте Найкайс в футбольный клуб, если слышали. Олимпиакус. Олимпиакус. Друзья, мы спустились с театра и продолжаем свой путь дальше, вот по этой дорожке. Напоминаю, что мы в Фазелисе и у меня возникла мысль, мысль у меня возникла, что все Васи, Васи произошли из этого места Василис. Вот. Думаете, от чего произошло имя Вася? от Фазелиса. Фазелис это Фазел там Вася, Вася, Василис. Вот. Вот здесь ваше родное место, родина Васи. Всем им привет. Идем дальше. Что еще огорчает, что это место мы, товарищи, россияне, русскоязычные, можно так сказать, грубо скажу, прохрали это место. Почему мы не завоевали? Здесь были византийцы, греки, в данный момент турки, но нас-то нету, ребята. Если бы мы здесь были, эх, казаки, где вы были? Казаки надо было шашками. Привет всем казакам, подписываемся. Извиняюсь, если кого-то обижаю. Все, просто я снимаюсь позитивом стараюсь. говорю, что-то все говорю, никого не хочу обижать. Ребят, очередной лиман, очередная бухта, и вот сюда вас привезут на яхтах пиратских. Вот здесь они причаливают, бросают якоря, и вы будете купаться. Такое райское место, райская бухта. наверно здесь она. Обалдеть, обалдеть, beautiful. The beautiful, beautiful. Смотрите, ребята, в прошлом году, посмотрите мои ролики, мы купались вот на такой же яхте монстр, и здесь мы ныряли, вот здесь, в этом месте, и вот она ля-пота. Обалдеть. Супер, супер. Ребят, и в этом месте я хочу завершить для вас видео. Такое райское место, сейчас мы здесь будем купаться, плавать, подводный мир, постараюсь поснимать. Здесь видите яхты, здесь они привозят туристов, здесь они купаются, а мы покупаемся с берега. Красотин, ля-пота. Всем любви, удачи, здоровья. вы меня поняли, жду новых подписчиков, и пока-пока.